итак еще раз добрый день дорогие друзья рад снова с вами встретиться на канале это итак я хочу сказать что я ни от кого не прячусь мои очки это не шифрование какой-нибудь это просто часть имиджи и все потом влад как вы догадались уже это просто творческий псевдоним я не хочу ни от кого там скрываться это естественно что у меня нет такой и не был никогда такой цели я никакой там не шнырь ничего не агент засланный от меня ну как бы засланный агент и если был бы там какой-то шнырь провокатор я бы говорил постоянно какие-то провокационные вещи вносил бы раздор там я не знаю там какие-то конструктивные вещи такие вещи нехорошие говорил года неконструктивные приносил бы вред но я как бы вред не приношу стараясь не приносить наоборот я стараюсь говорить что бурятская позиция должна держаться во первых вместе во вторых дружно в третьих не надо сидеть каждый в своем колодезном своем колодце как бы да как колодезная лягушка и надо освобождаться от этого колодезного сознания и переходить на океан сознания да ну исключая конечно таких откровенных шнырей провокаторов представителей кланов и все остальное прочее там многое что-то говорят там про республику бурятия говорят что это чей-то проектом архаески я утверждать этого не буду там про гармажа полу говорят что это там проект хода арковского тоже утверждать не буду я не знаю таких вещей просто не знаю я знаю просто то что скорее всего баир бурят владимир хамутаев также даже дугаров сто процентов не шнери раджана дель понты я к сожалению знаю человека только заочно хотел бы конечно познакомиться но думаю это очень положительный интеллигентный человек с тонкой духовной организацией образованная женщина вращающиеся так скажем в очень таких в сферах общества таких скажем продвинутых потом я хотел бы сказать по поводу выделению помощи украине до выделили 61 миллиард даже там как бы трамп поддержал военная помощь там чисто будет по моему 7 с лишним миллиардов там 20 миллиардов на разведывательную деятельность там на оперативную все остальное будет касаться там скорее всего экономики там около военной вот но из военного вооружения там скорее всего поступят снаряды снаряды ракеты и атакам с 16 около 30 штук также по будет поставлена не знаю в эту помощь войдет нет хотя даже европейцы же хотели там помощи тут тоже на 60 миллиардов там пробить оказать макрон там даже грозится войска вести не знаю как насколько реально но я думаю прибалты бы поляки бы очень хотели бы там как-нибудь посодействовать их вот суэкский там этот коридор да ну вот извиняюсь не помню точно вот их очень беспокоит вот потом я скажу так в европе и скажем в америке есть очень сильные анти украинские да и вообще как-то не демократические какие-то движения они такие левый радикалы там поджигает бегают там заводы которые там украине помогают скажем так в америке вот эти вот студенческий процесс протесты идут но я сказал бы даже студенческий протест это они как-то хоть обоснованный там понимаете они как бы за палестину и против вот этого сионизма еврейского понимаете еврейские еврейские общества под руководством там скажем массада вот это и сионизм входящие вы к выше экономические там круги политические круги америки и европы но скорее всего америке больше того мы видим же как израилю они помогали как украине помогают да спустя рукавах и как они все подкинулись там ракеты сбивать который там иран выпустил по израилю уровень помощи совершенно другой плюс к тому что за вот это вот сказать-то задвижение самостоятельности вот этих всех малых народов надо разговаривать да не то что с политиками надо общаться во первых с корпорациями и с гражданским обществом поддержку заручаться там потому что гражданским обществом именно от стран запада цивилизованных станут и демократически ну а чиновники там понимаете это просто как орудие олигархов я считаю не олигархов а транснациональных корпораций они же ведь все эти транснациональные корпорации представлены у нас же в бурятии просто они и в бурятии и в россии в целом да просто они называются по-другому вот например корпорации газпром это грубо говоря винтерс хале немецкая бафс винтерс хале и cnbc там еще какой-то части ну а в россии вот они называются газпром там с долей государственного участия ну так вот касаемо каждой корпорации куда не коснить все это транснациональные корпорации на вот и с ними и спецслужбы от них зависит естественно лоббируют их интересы и политики лоббируют их интересы они очень сильно заинтересованы как бы поддержание путинского режима он же для них удобен был для того до какой-то степени да он вышел за рамки надо поставить на место но свержение путинского режима они к сожалению не хотят я так думаю них надо значит переубеждать если и у вас есть такое движение в этом направлении то надо переубеждать вам их с ними прежде всего работать потому что и китай тоже заинтересован в поддержании путинского режима вот и я так думаю что россии же ведь это такая транзитная же большая страна здесь же транзиты все проходят вот шелковый путь так называемый ну железнодорожный путь это же гораздо ближе и короче чем морские пути правильно плюс вот этот морской путь северный через ледовитый океану то тут уже тоже во время того как он судоходим там тоже он пользуется спросом плюс воздушные воздушные коридоры вот эти воздушное пространство транзит тоже в это все большие деньги очень большие деньги это транзитная сырьевая держава между крупными полюсами юго-восточной азии европы и америки америка в основном между юго-восточной азии вот этими азиатскими тиграми и европой западной европой прежде всего движение товаров товарооборот китая в основном западной европой так ну я думаю вот еще кстати новость что китай подключился к санкциям это я думаю очень сильно скажется потому что товарооборот китая со странами запада полтора триллиона долларов а тогда как с россией всего 200 миллиардов даже чуть меньше это в основном касается покупки дешевого по дешевке любого всякого 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 разного сырья начиная от нефти газа леса и всего остального там алюминия металлов и все остальное прочее нефрита того же самого вот китай это индустриальная страна ей нужен большой емкий рынок сбыта понимаете а емкий рынок сбыта большой он может быть только в странах европы и америки на японии может скорее тоже хотя у них своя промышленность в россии нет потребительского рынка большого потому что население у нас грубо говоря редкая грубо говоря совсем плотность населения низкая население бедные очень покупать больших объемах на ней даже китайские дешевые товары там не могут поэтому китаю выгоднее даже будет где-то дороже сырье покупать главное чтобы их не продукция потом на конечном счете пользовалась спросом и покупалась а это прежде всего рынке западной европы еще раз повторяю и америке страли это много тихо стран всех по поводу фильма марии певчих еще раз говорю по поводу фильма марии певчих хочу сказать три серии вышло касаемо олигархов да я считаю что тоже что олигархи они причастны к установлению в россии вот этого фашистского режима понимаете фашистской диктатуры вот они же все боролись с коммунизмом все вот эти годы шатания разброда протестов им нужна была сильная рука они хотели ввода диктатуры только крупного капитала не пролетариата диктатуры крупного капитала для них была это очень удобная форма правления поэтому согласовательные все вот эти вот механизмы митингов это были еще до путина введены по моему да все вот эти вот уничтожение профсоюзного движения уничтожение вот этих всех социальных льгот все остальное прочее да эти пособия нищинские там детские да сколько там 200 рублей было ты вообще ерунда путин как было там не ругая но он в эту в этой сфере очень сильно подвинулся правда говорят навальный в этом был виноват потому что он начал подпинывать общество начало качаться и он вынужден был повысить вот эти вот пособие поддержать самые взвимые свои населения чтобы не было вот этих вот катаклизмов социальных но это был сильный ход и поэтому до сих пор поддерживают очень большое количество населения особенно вот эти матери все девушки всех вот этих военнослужащих они прямо рьянами является последовательным там путинского режима поддерживают грубо говоря это не поддельно хотя вот я сколько общаюсь ну большинство все-таки против войны войну поддерживают совсем ну как бы небольшое количество населения из десяти может быть 12 и все остальные 9 человек они грубо говоря все против войны несмотря на то что путин там долбит электростанции все вот это остальное прочее критическую инфраструктуру города обстреливать это же тоже делается с умыслом он хочет вызвать усталость украинского населения от войны чтобы но сама подтолкнула зеленского переговорам правильно мы же понимаем что зеленский-то уже демократический президент избранные он избирается народом поэтому он опирается на мнение народа пока в народе не будет созрета вот это желание переговорам но мники переговоры не пойдет никогда да он же что там скоро там сменится и все о чем там людям будет говорить нас всегда останется таким президентом который там под путин и разлинув многие лег такого не будет никогда поэтому путин всеми Силами старается не только уничтожить Промышленность украинскую Он пытается Грубо говоря Ввести в усталость, в уныние Украинского общества в целом Мы же понимаем, что электростанции Это не только инфраструктура Это же и военные заводы Кстати, Украина Скорее всего тоже будет Наносить удары по электростанциям Потому что чем гоняться За всеми, выясняя, где эти секретные заводы Находятся, легче их от питания Отключить правильно По электростанциям ударить И все Так, чтобы их там восстановить Было очень сложно Вот И они без питания Соответственно и работать не будут Не смогут просто По НПЗ Заводы восстановились более-менее Говорят на 90% Качество топлива, конечно, говно Вот Но все же Находятся в динамике Как мы раньше думали Правильно Там Даже Сам тип войны Меняется Каждые три месяца Если раньше Там украинцы требовали Там танки Там Самолеты И сейчас Получается то, что Танки-то особо не нужны Грубо говоря Толку с них нету Они горят хорошо А толку с них нету Также Самолеты Им нужны были Наверное Раньше Где-то полгода назад Во время их наступления Прошлогоднего Вот тогда Была нужна Авиация Сейчас От авиации Такого толку Наверное Скорее всего Не будет Но Дроны Дальнобойные Орудия И ракеты Дальнобойные Вот основа Их Короче Вот Того всего Наступления Может быть Или даже Отбитие Вот это вот Истощение Людских ресурсов Противника Ну а со стороны России Я так думаю Что идет Продвижение На Харьков Потому что Вытесняют Они Украину С Луганской Донецкой области Полностью Ну как хотели Они там То что объявили Их там Частью Российской Федерации Крым Хотят за собой Оставить Но вот это вот Наступление На Харьков Это идет Как бы Задел Вот этого Люфта Для переговоров Чтобы было Чем торговаться Вот Но усталость Есть так же И от войны В российском Обществе Все понимают Что если До ноября Месяца Там За лето Осень Ничего не будет Растигнута Никаких там Прорывов Кардинальных Изменений На поле боя Значит Возникнет Потребность Громнейшая В переговорах Вот Переговоры Это будет Единственная Цель Всех Вот этих Вот политиков Да И все же Зависит Грубо говоря Еще От Грубо говоря Скажем так Не хочу Показаться Конспирологом Но На тонком плане От высших сил Многое Что зависит Вот этот вот год Он еще такой Понимаете же Высокосный Еще Очень 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 Он будет Грубо говоря Ответственный год Тяжелый Там Не хочу сказать Ну По крайней мере Много Что решается В этом году Скажем так Почему Я уверен Да В том Что высшие силы Там Грубо говоря Здесь Такую роль Играет Я аж И ведь Видел Эти высшие силы Грубо говоря Тонкие Сущности Эти Когда мы Работали Я же говорил Служу безопасности Там Крупного Объекта Мы охраняли У нас там Инфракрасные Камеры Были Мощные Прямо там Грубо говоря С кирзаводом Мы простреливали До аэропорта Камеры Просто Обычные Там Было Видно Что У женщин На остановке В сетках Лежит Прямо Читали Молоко Там То Все Такая Видимость Была Четкая Вот И Вот Эти Инфракрасные Камеры Они Реагировали Вот На эти Орбы Вот Вот Этих Вокруг Драгоценных Камней Вот Этих Летали Орбы Они В 12 часов Вылетали Как бы Кружили Над складами Этими Роем Таким Как бы Танцы Свои Делали И потом Где-то В полчетвертого Утра Они Как бы Засыпали Вот так Медленно 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 Оседали Я даже Вот Грубо говоря У нас Жарод По матери Жадарханский Это Что значит Это Значит Чтобы Там Маленько Нам Чтобы Шамане Там Калмать Короче Нам Нужен Огонь И Железо Колотить Вот Короче Когда В очередной Раз Вот Это Все Началось Дело Ночью Мы Решили Короче Я Просто Сам Потому Что Я Старше Был Во всем Во всей Этой Смене И Я Как Грубо говоря Пошел Миш На Шот Там Артя Барят Чухушка Е Прямо Туда В цех Пошел Артя Дугагат Малгая Там Все Как Надо Парням Кричу Вот Кто Сидел На Монетарах Говорю Там Че Как Юях Там Харат Все Они Посмотрели Говорит Да Все Да Движуха Есть То То Что Ты Делаешь На Эта Реакция И Тогда Я Понял Что Мана Бурхадут Вот Такую Форму Иметь Скорее Всего Духовную Но Это С Юлдашевым Академиком Знаете Тоже Перекликается Потому Что Когда Он Ходил В Гималайя Вот В Эти Пещеры Священные Он Тоже Говорил Что Там Прямо В Этих Священных Местах Рой Вот Этих Святящих Шариков Ну Это Ж Кстати Замечено В Иерусалиме В Храмах И Видео Есть Много Но Я Лично Сам Ответственно Заявляю Что Я Сам Видел Своими Глазами Камеры На Это Реагировали В 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 Шаманить Маленечко Ну И да Они В 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 Грой Кружил Цел Ну Как Б Реагировали На Это В Вокруг Меня И Точно Есть Какое-то Взаимодействие Между Материальным Миром Дуковным Я думаю Шаман Габышев Этот Не просто Так На Москву Ходил Не просто Так Его Боялись И Не просто Так Путин Вот Эти Все Чёрные Обряды Совершает абсолютно точно и шойгу ваку около себя держит несмотря на это воровство там до которые в армии стоит тут от тимура иванова арестовали там же фсб и в армии были там грубо говоря огромное хищение правильно фсбшники лучше чем хуже чем в армии ворует что также ворует он заставы образовывают под это деньги уделяется средства огромные потом эти заставы расформироваться средства там выводится и обналичиваться и уводится просто я знаю конторы которые именно вот с этими там ванями сережами там сашами которые бегали там с короткими стрижками такие там знаете потемты фсбшники они с ними непосредственно дела имели даже грубо говоря правительстве чечни через них там деньги обналичивала грузовиками подгоняли горит забивали там этим наличкой так что ж грузовики там колеса проседали у них там в Москве такие были сейчас по моему хуже прикрыли так сильно там но все равно это говорит о том что эта коррупция была есть и будет эти олигархи же они грубо говоря под себя подделали полностью государства они лишили они уничтожили да и говорю же про союзное движение и все остальное прочее сделали даже образование недоступное для простых людей сделали вот эту вот сетку егэ экзаменов чтобы отсеивать учеников чтобы они шли вот в эти колледжи там до такой пополняли рабочий класс для них удобных людей а высшее образование стало недоступным доступным только для правящего класса для тех кто может платить большие деньги элитные образования тем более все вот эти коммунистические партии сидят полный давно при них превратилась при путине путин пришел он только все усилил но вся вот эта фашистская система то что россия стала работать как большая корпорация это все было сделано при олигархах это вот фильм марии певчих я его полностью поддерживаю все три серии не даром вот этот вот так запереживал ходорковский потому что да она его грубо говоря раздел он же тоже при теме был просто он сейчас остался не удел те олигархи которые в 90-х то были за исключением там березовского там вот этого ходорковского еще там пара человек они все фактически остались просто к ним добавилась новая грубо говоря путинская элита олигархи хотели фашистскими методами управлять россией руками силовиков а получилось так что силовики их буквально сами отодвинули да 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 и сами стали миллиардерами а вот этот фашистский стиль так управление так и остался это единая россия партии бывших войск башни ков миллиардеров на мэр орска сами знаете да он все же его поддержали тоже не осудил город утопил сам уехал дубай отдыхать на все плюну вот это вот псб грубо говоря преступная корпорация коррумпированная вот это сейчас хунта и управляет страной фашистскими методами отсюда всей репрессии происходит диктатура это что такое диктатура это опором на полицейщину еще раз говорю поэтому когда власть олигархов в конце 90-х годов зашаталась им нужна была жесткая рука силовика вот они вот из всех этих всяких степашинах всех этих там выбирали восстановились выбора остановили на путине так путин пришел к власти это ставленник олигархов сам олигарх тоже ну ладно всего хорошего до свидания